Здравствуйте, а с кем можно прообщаться? Да А у вас есть руководитель сейчас? Или вы самый старший? Я самый старший Доставайте бумажечку Прочитайте, мы хотим вам это дело вручить Вот, если есть вопросы, задайте И если Ну, может, вам зададим пару вопросов Сергей Сергеевич, это кто такой? Сначала прочитайте Холодильник, сам, смотри У нас? Ну, так по информации, что у вас Возможно, это обман с их стороны А когда они ее сюда приносили? Давно, не знаете? Ну, примерно месяц, да? Где-то месяц назад, да Вы вообще таких людей знаете, нет? Я на вид, может, знаю Вот по фамилиям и по имени-то нет, конечно Молодой парень, высокий О, так они все тут Знаете, сколько их тут приходит Молодых, красивых, блин Каждый день Вот с платами от холодильников В песочном таком пальто Такого бежевого цвета По номеру телефона могу еще перейти О, давайте Не знаю или нет Они могут ведь с разных номеров звонить Потому что какие мне звонят, у меня отпечатывают Просто там ситуация такая Люди пришли на квартиру Сняли плату и пропали Да, понятно По информации, якобы, плату они сдали вам Так что они забирают? Если сдали Вот мы и хотим понять Обманули они прокуратуру или нет? Вот номер есть вот такой 13.03, да Такой К мне приходил, конечно Да, такой должен Такого я знаю, Новик А часто он к вам приходит? Вообще, как с ним можно? Ну, довольно-таки Ну, раз в неделю точно А долго он у вас задерживается? Ну, пять-десять минут Пять-десять минут Просто чтобы подскочить И успеть с ним переговорить Так а что, он тут неуловимый, что ли? Неуловимый, да А он вот там не работает, что ли? Как у них? Блин, улица-то это Тут в центре Типа мастерской что-то На Егорова 4 или как там? По-моему, они все оттуда приходят Там-то и дело, что мы не знаем Кто это такие Ни данных, ни паспортных Ни ННН, ничего Просто пришли люди Кроме имени Ничего не знаем Ну, фамилии, соответственно, узнали Вот год назад или два Открылась контора Здесь Сейчас где-то у меня были Ихни данные Вот они их набирают Три дня учат А потом А потом в добрый путь Обдирательные отправляют Вот они все оттуда А какой контакт, где этот адрес у них на Егорова? Сейчас, может, вот тут есть сейчас Вот их бумажки Это Егорова 4, по-моему, у них контора открылась То есть их там можно найти, это получается? Да, они все оттуда Вот эти все молодые ребята Они там все Эти курсы у них трехдневные проходили А так модуль там Не знаю, что сказать А Вы могли бы уточнить у этого человека Это Ну, по поводу этой конкретно нашей платы Давайте мне Ваш телефон Если он придет Я, конечно, с ним пообщаюсь Хорошо, сейчас Ну, запишите на всякий случай мой телефон Аню, позови Значит, мой номер телефона 921 6 шестерок 1 Это Меня зовут Владимир Вот И Анна У меня номер другой телефона Тоже запишите Анна, продиктуйте свой номер телефона 963 360 Так, модуль, модуль, модуль Модуль Холодильник у Вас старый, новый? Ну, относительно Самсунда Ну, он, не знаете, инверторный или обычный? Инверторный Инверторный Инверторного я сразу могу сказать У меня нет платы Потому что я их и не беру в ремонт Вы на всякий случай уточните Может, просто мы не специалисты Тоже в этом не очень понимаем Я инверторный не беру в ремонт Потому что бессмысленное занятие Да, может быть У нас к Вам большая просьба Чтобы Вас сейчас время не тратить Мы оставили там данные Вот в заявлении все написано О том, что Ну, там вся информация есть Вы уточните Пожалуйста, нам перезвоните Скажите Есть, есть у Вас эта плата? Ну, если нет, так нет Нет, я могу сразу сказать Но я с ним поговорю На всякий случай Мало ли там, да Чтобы Инверторный я не беру Смотрите Может быть, не инверторный Давайте я сейчас позвоню Человеку, который обследовал Холодильник А, да Позвоните Сейчас буквально Просто мы уже в экспертизу обращались И там А холодильник-то чего не делал Не включался Или не морозил Или чего он не делал Верх не морозил Низ был переморожен Очень сильно А вверх не морожен А, так это заслонка не открывала Ну, скорее всего, нужно просто было разморозить и все Ну, да А они взяли плату, сняли и пропали Да, нужно было разморозить и посмотреть Если снова такое же произошло, значит заслонка клея Не инверторный, да? То есть он может пустить плату, который вычинил И как бы он хочет приблизительно понять, что это за плата вспомнить Как ему описать, от какого холодильника? Так, ЛР-33 ЛЛ Как это? А, Анита Леша А, Л-3 или А? Роман Леша РЛ-33, да? Что-то такое Ладно, хорошо, все, спасибо, Сергей Нет, холодильник был не инверторный, а обычный Либо АЛ-3, либо РЛ, что-то такое Да он все равно сюда придет, я позвоню вам Может быть сейчас можете как-то ему позвонить, уточнить? Вроде это было 4 недели назад, не так давно А то нам до него не дозвониться Я ему еще в WhatsApp писал Ну, якобы там под подлогом заказать ремонт поинтересовался А он так и не ответил Ну, у меня номер такой страшный, может быть, телефон Догадался Номер страшный Да Сейчас посмотрим, где у меня его звонок должен быть А вы в поиске просто последней цифре введите, и вам так быстрее будет найти, чем листать? 33 на 3 Так, поиски Так, 13 на 3 Где монтик? Где монтик? О, есть, да Сейчас позвоню А вы можете на громкую связь включить, чтобы мы слышали, что он будет говорить? Сейчас Алло Алло, привет Послушай, тут ко мне люди пришли, плату от холодильника ищут Которую? Я не знаю, которую Там холодильник с Достоевского На улице Достоевского холодильник Плату забрали в ремонт Говорят, что Ты сказал, что сдал ее ко мне Вот люди пришли, ищут Адрес Достоевского Квартира Клента как зовут? Я не знаю Анна зовут Анна Анатольевна М***ь Дома у тебя плата? Конечно Так они ее уже с милицией ищут Простите, вы ее чинили? Он ее вам отдал? Можно я с ним переговорю? Пусть с тобой хозяин поговорит Или кто это Я не знаю Отключите громкую Я думаю, что я никогда не пользуюсь громко Да, да, сейчас, секунду Алло А просто связь у него плохо Я понял Сейчас меня хорошо слышно? Да, Юрий, приветствую Меня зовут Владимир Вас как зовут? Сергей Сергей, смотрите, такая ситуация Нам надо с вами встретиться И решить вопрос по поводу той платы Которую вы сняли у моей доверительницы И на данный момент не возвращаете Нет, нет, нет Давайте начнем с того, что у меня все записи с ней Разговоры имеются Она сама отказалась ее забирать Вот поэтому давайте, чтобы у нас не было, скажем так, недопониманий Мы встретимся и решим этот вопрос Пожалуйста А вы сегодня можете со мной встретиться? Обилья Ну, скажите, где мы можем подъехать Вы на Егорово сейчас? Нет, я на работе нахожусь Ну, на адресе просто Ну, понятно Ну, давайте копирируем время Когда вы будете в офисе Мы подойдем тогда к вам сами Там подъехать Попереседуем Так Давайте Где-то ближе к 8-9 Ну, да, где-нибудь в центре А номер ваш можно контактный? 921-661 Вы запомните Подождите Ну, подождите Запомните это одно, а записать это другое Ну, запомните, я думаю, надолго Что еще раз? Запомните, думаю, надолго Телефон легко запоминается 6 шестерок Звучит, смотрите, как красиво 921-661 Мегафон 6 шестерок 1 Не красиво, а страшно Запомнили? Да, я написал Так Меня зовут Владимир Так, значит, в 8 часов вечера, правильно? Я понимаю Да Значит, сегодня в 8 часов вечера На Егорово Какой там дом? Не на Егорово А где? Я вам наберу, где я буду ближе Нет, смотрите, вы просто тоже поймите Что я тоже не могу бегать туда-сюда И мне заранее нужно понимать, куда подходить Вы скажете в 1 мая Я нахожусь в Октябрьском Я освобожусь ближе к 8 Я вам, ну, не ровно в 8 наберу, да? Хорошо И мы с вами скоперируем время и место Хорошо Давайте сделаем так Если у вас, ну, раньше какие-то планы, ну, изменятся Вы мне все равно заранее поставьте в известность Чтобы там, мало ли, если сегодня у меня не получится Или у вас не получится Чтобы нам конкретно скоперировать время Когда мы сможем с вами переговорить Обсудить детали Без проблем Без проблем Все, Сергей, хорошо, тогда до связи и до встречи Да, до свидания Всего хорошего, до свидания Все, спасибо Ничего не... Сюда вас отправляло, но я ничего не понимаю Так, а вы чинили эту плату, по которой... Откуда я знаю, господи? Видите Я их... На ней написано, что она ваша, что ли? Так, это... Аня, давайте я сейчас все вопросы решу Значит, смотрите, мы вам дали... Вот это вот для чего вы пишете? Это для того, чтобы мы вам официально вручили... Ну, официально я с вами разговаривать тоже больше не хочу Надо было сначала предупредить, что вы пишете А потом писать Поэтому до свидания Ну, а вас хотя бы как зовут? Вы же ИП, правильно? А что нужно отменить? Нам нужно вручить данное обращение, чтобы вы нам дали официальный ответ, который, в принципе, вы нам дали Только отправьте его по электронной почте У нас нет электронной почты Хорошо, телефончик здесь есть Анна, вы указали свой номер телефона? Да, вот телефончик есть, позвоните, мы также подойдем, возьмем от вас бумагу, подписываю Какую? Ответ, официальный ответ Ну, вы, если работаете с потребителями, да, вы должны знать, что любые обращения вы должны отвечать Иначе будет штраф Вы знаете, что сейчас внесли изменения в законодательство защиты прав потребителей Если вы не отвечаете, будете нести соответствующую ответственность К вам есть официальное обращение, вы должны на него дать ответ Я вам, ну, в двух словах скажу Что человек, который изъял плату без заключения договора, ну, по крайней мере, в письменной форме Он сейчас вот будет торактовать, что якобы какие-то договорные отношения есть Можно в вузной форме заключить договор Да, да, потому что сотрудники полиции, ну, на данный момент не усмотрели признаков мошенничества, там, хищения имущества и тому подобное Поэтому мы будем с ним решать вопрос в рамках судебного разбирательства В качестве ответчиков будут привлечены вот эти два человека И, соответственно, вы, скорее всего, там будете в качестве третьего лица, возможно, даже соответчика Почему? Потому что они ссылаются на вас Мы будем там разбираться Может быть, к вам это не имеет никакого отношения Но нам нужно в любом случае разобраться У нас будет иск об изъятии из чужого владения, незаконного чужого владения, а нашего имущества Так его же не изъяли, а взяли на ремонт Это разные вещи Ну, вот мы в суде это будем разбираться Вот и разбирать Они будут считать, что на ремонт В любом случае, если имущество находится у вас, соответственно... Но нет у меня его, нету, я же вам сказал Вот это будет в судебном заседании разбираться Тем более он вам сказал, что у него плату Смотрите, это понятно Сегодня он сказал одно, завтра другое сказал Он вообще сказал о том, что... И здесь написана информация, что он сотрудникам правоохранительных органов Сказал о том, что плата находится у вас То есть человек врет больше, чем дышит, понимаете? Ну, понятно Вот, поэтому, что на самом деле он говорит правду Я уверен на 100% А той встречи, о которой мы сегодня договорились Она не состоится Здесь вопрос в другом В том, что я, во-первых, зафиксировал это на разговор Его базар, понимаете? О том, что он якобы с нами встретится Я знаю, что он кинет Почему? Но меня он не кинет, понимаете? Как смысл-то кидать ему? Эта плата, она, блин, копеечная А вот это хороший вопрос Он уже попал на большие бабки Я вам открою секрет То, что он там думает, что он отделается, вернув платы Он сильно ошибается Он попал на большие деньги Он оплатит и мои услуги И заплатит моральный ущерб и прочий ущерб И потеряет работу, это как минимум А вообще мы будем стараться сделать так, чтобы он понес уголовную ответственность За мошенничество К нему очень много претензий Не только от моей доверительницы Очень много клиентов, которых он кинул Когда он приходит в дом и снимает платы Придумывает историю о том, что плата повреждена И нужно делать ремонт, который ему не заказывали Максимум, что ему заказали, диагностику Более того, как вы правильно сказали, как специалист Там нужно просто было разморозить холодильник Потому что там какая-то штучка переморозилась И все на этом Да, и подождать А если повторится, тогда поженщики А они занимаются мошенничеством Они ремонтируют заведомо исправные платы И вымогают деньги Требуют за ремонт деньги Там 7 тысяч, 14 тысяч И тому подобное Но я вам говорю то, что есть То, что у нас есть доказательства Так я вам говорю вот про эту контору Которая на Егорова Они на это и как бы На этом и построена их контора В том-то и дело, что Многих людей, которые добросовестно Выполняют эти работы К ним претензии Потому что они таким образом Подрывают авторитет других мастеров Потому что они обманывают потребителей Просто обманывают Они приходят под любым предлогом Уносят плату и потом вымогают деньги Хотя плата исправна Нужно просто было вовремя разморозить холодильник Я вот хочу с этим товарищем об этом поговорить Либо он добровольно сейчас возмещает Все расходы Возвращает плату Ставит на место Извиняется И мы его больше не видим Я не понимаю, да Почему он ее не возвращает Мы тоже этого не понимаем Мы уже больше месяца Мы уже пороги сколько раз обвивали И в полиции И в прокуратуре А он что-то где-то Щемится Видеороликов уже сколько Выложено на эту тему Может быть он боится со мной встретиться Ну ему никуда не идется А чего бояться-то? Ну я не знаю Там блин Дел-то Плату вернуть Ладенько Скажите Будете подписывать или нет? Вот это? Да Так что тут написать-то нужно? Не, ну на нашем экземпляре Просто пишите Что получили и все Остальное ничего не надо У вас остается Просто в любом случае У нас на видео зафиксировано Один экземпляр ваш Другой у нас Что просто отметку Получили сегодняшнюю дату ФИО Подпись и все Не, я вам не буду ничего подправить Не будете Ну в любом случае мы вам это вручаем Для чего? Для того, чтобы как бы Ну мы вам зафиксировали Да, вы сразу все пишите Да, я на видео просто зафиксирую Что конкретно мы вам вручили Да конкретно Все Ну в любом случае Несмотря на то, что вы нам не расписались Отметку не поставили Вам С вас это не снимает обязанности Дать нам конкретный ответ Вы понимаете, да? Я просто вам открою секрет Что в случае, если нет ответа То судебные расходы будут на вас возложены Независимости от того В чью пользу будет вынесено решение суда Вы просто имейте ввиду Я вам просто разъясняю это как юрист Я вас первый раз вижу Я не знаю, какую плату вы имеете ввиду И почему вы сюда вообще пришли Понятно Это мы будем уже в суде разбираться Я просто Я просто Разбирайтесь Ну, к сожалению, без вас не получится Ладно, всего хорошего Спасибо за то, что нам помогли Кое-что прояснить ситуацию Ну было бы, конечно, приятно знать Хотя бы, как вас зовут, как вас зовут Я подставился Меня зовут Федор Иванович Федор Иванович Всего хорошего До свидания Так, Денис, возьми, пожалуйста До свидания Большое спасибо До свидания Не будет он с нами встречаться Но Почему вы так думаете? Ну, потому что я знаю Будет тысячу причин Я просто знаю мошенников Как они себя ведут Поэтому Если он Мозг влючит И он попытается Решить этот вопрос Со мной свяжется Понятно По телефону Встречаться он не будет И предложит Как-то Возможно Мировое соглашение Если он не дурак Если он дурак То Скорее всего Так не будет Так, ну ладненько Тогда все Да все копеечные Понимаешь Так они деньги Он конкретно Рассказал эту схему О том, как они Мошенничеством занимаются Причем на эту контору Все нормально Все нужную информацию Мы получили Все Удачи Просто так и непонятно Он ремонтировал ее Все-таки или нет Анна, ну вы вам По-моему Русским языком сейчас сказали И вы, по-моему Давно уже поняли Что это мошенничество Никто там ничего не ремонтировал Зачем ремонтировать плату Которая исправна Она изначально снималась Как исправная Он даже не проводил Тестирование И там все остальное Они заранее знают Что она исправна Вы можете это понять? Да Все, поэтому как бы Даже себе голову не забивайте Сдавал он, не сдавал Все Понятно, что никакую плату Он сюда не приносил Никто ее не ремонтировал Никакие контакты Никто не перепаивал И так далее КОНЕЦ 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 КОНЕЦ